Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, политолог, политтехнолог и писатель Михаил Шетельман. Михаил, здравствуйте, очень рад вас видеть. Здравствуйте, Вадим. Михаил, сейчас внимание общественности сфокусировано на ситуации, которая складывается на фронтах. Известно, что вооруженные силы Украины освободили села Благодатное и Макаровка в Великонавоселковском районе Донецкой области. Об этом объявила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, украинские силы продолжают атаковать на Баруцком направлении. Продвинулись вперед на 250 метров в районе Берховского водохранилища. Также известно о деоккупации села Нескучное в Волновахском районе Донецкой области. И буквально за несколько минут до начала нашего с вами эфирного общения стало известно о том, что украинские силы освободили также и населенный пункт сторожевое Донецкой области. Ранее россияне взорвали дамбу реки Мокрой Ялы Донецкой области, чтобы замедлить контрнаступление. Об этом сообщил спикер силы обороны таврического направления Шершень. Неровен час и оккупанты вынуждены будут объявить мокрый жест доброй воли. Не так ли? Ну, нет, пока еще рано. Пока это попытка взломать оборону. В общем, я вот вчера все это... Вчера целый большой ликбез проводил на своем канале Штельман на тему того, как оценивать результаты контрнаступлений. Вот по названиям населенных пунктов нет. Хотя я даже дал название этому контрнаступлению нынешнему. Благодатное наступление. Ну, в честь первого освобожденного села, вот можно дать название, да, знаете. Благодатное наступление, вот. И... Но... Но наши сейчас пытаются наступать там по пяти направлениям. Ну, например, по пяти. Я тоже не разбираюсь, по скольки точно. Специально по разным. С одной единственной целью. Потому что у нас... Из-за того, что мы находимся в центре окружности. А окружность – это линия фронта, представьте себе, да. Вот такая вот линия фронта вот так идет. Мы в центре. Россияне снаружи. Поэтому у нас, чтобы перебрасывать резервы, наше плечо перебрасывания резервов – это радиус. То есть нам в любую точку... Вот если это окружность, нам в любую точку одинаково близко перебросят резервы. А россиянам нужно по внешнему радиусу перебрасывать резервы. То есть им сюда близко, тогда сюда далеко. Здесь поставишь резервы, сюда целую неделю ехать. Мы в любую точку перебрасываем резервы, условно говоря, за несколько часов, а им, если они их не там расположили, придется перебрасывать несколько дней. Вот за это идет война сегодня, где мы прорвем фронт. Там, где прорвем, туда россияне будут пытаться перебросить резервы. Но мы перебросим быстрее. Вот в этом весь секрет. Поэтому именно у россиян сейчас хорошая возможность наводить всю эту дезинформацию, там, как у нас ничего не получилось у Украины и так далее. Потому что и не должно было, собственно. Мы еще не должны были освободить Мелитополь за это время или Донецк. Нет вообще. Мы должны где-то, в каком-то из этих направлений, неизвестном нам с вами, прорвать эту линию. И дальше, собственно, там все и начнется. Многие, кстати, военные аналитики продолжают утверждать, что еще контрнаступление не началось в полной мере. Сейчас ведется только активная к нему подготовка. И неизвестно, на каком участке фронта может пройти вот этот главный или же мощный удар. Хотел бы обратить внимание на публикацию британского издания The Telegraph. Аналитики пишут о том, что Россия выстроила мощную линию обороны по трехлинейной системе с разными уровнями укрепления. На появившихся спутниковых снимках видно сложную сеть российской обороны, которую россияне выстраивали последние полгода. Множество минных полей, противотанковых рвов и траншей, длина которых по некоторым направлениям может превышать 30 километров. Британская разведка характеризовала усилия России по укреплению своих позиций как одну из крупнейших систем военных оборонительных сооружений, которые они никогда не видели. И вот российские военкоры говорят о том, что вот существует первая линия обороны, которую украинская армия уже прорывает, есть вторая линия обороны, а третью линию они называют линией Суровикина. Как вы думаете, почему ее назвали именно линией Суровикина? Ладно, Суровикин в тот момент уже сейчас не командует войсками, тогда командовал, когда строили. Но насчет того, что что-то там не видели, ну, слушайте, это нельзя назвать небывалый линия. Это не линия Мажино, точно не линия Маннергейма. Он линия Маннергейма до сих пор, по крайней мере, я когда ходил по тем местам, до сих пор стоит, да, прямо сейчас вся эта линия Маннергейма на границе Финляндии с Советским Союзом цела. Советский Союз Финляндию часть захватил эту, а линию Маннергейма разрушить так и не смог, потому что она из огромных гранитных глыб все построена. Согласитесь, это не огромный, все эти треугольнички бетонные, это не огромные гранитные глыбы. Да и вообще, слушайте, я вот тут разобрался в войне, как говорится, посмотрел, это мы же сейчас по любительству совершенно сгарим о войне, ну, то есть как два таких совершенно со стороны человека, которые по кино с ней знакомы. Я вот смотрел, видели, возможно, новый фильм «Три мушкетеры», сейчас вышел французский. Мне стало интересно, как там осада Ла Рошели вообще проходила, полез читать. Но вот когда была осада Ла Рошели, то кроме того, что там выкопали рвы протяженностью много километров, заметьте, осаждающие выкопали, да, не обороняющиеся, то, чтобы прекратить доступ кораблям в Ла Рошель, кораблям англичан, построили дамбу протяженностью полтора километра. Ее строило 4000 рабочих, представляете себе, вот это я понимаю. То есть чтобы не один корабль, просто перекрыли бухту таким способом. Да, все равно перекрыть Бердянский порт, например, взять и построить дамбу, чтобы перекрыть Бердянский порт. Заметьте, они тогда дамбы строили, а россияне их взрывают. Вот. Но это все, что я могу сказать. Больше я про это линии обороны просто ничего не понимаю. Я понимаю, что трудно будет их проходить. Я понимаю, что это все долго, кровопролитно и трудно. Ну и фактор погоды, он активно вмешивается в ход контрнаступательных действий украинской армии. Опять же таки, вот The Telegraph пишет о том, что украинская армия из-за дождей не может пойти вот в это долгожданное контрнаступление. Проливной дождь превратил землю юга Украины в грязь и замедлил наступление танки «Леопард», которые Украина разместила в авангарде для наступления, вынуждены бороться в большом болоте, что утрудняет положение наших войск. Ну, многие, кстати, обывательски смеются, это вот дожди, фактор погоды, но Алексей Резников, министр обороны Украины, и опять же, многие военные аналитики говорили о том, что вы не смейтесь, фактор погоды действительно в этом деле, в этом вопросе, он один из ключевых. Не, ну фактор погоды, да, но честно говоря, что там сейчас, я понятия не имею, тоже такие вопросы, которые я не могу ответить. Я не знаю, насколько там дождь, который длится два дня, влияет на поведение танка «Леопард», я не знаю. С почвей я тоже не разбираюсь, тонут танки или нет, не понимаю. Первые линии танки тоже не понимаю, я не знаю, честно, ничего не могу сказать. Михаил, ну, говоря об определенных, знаете, таких интересных политических новостях, будем уже постепенно к ним переходить, если что-то будет появляться по поводу новостей и хода наступательных операций, то будем, конечно же, реагировать. Министр обороны России Шойгу подписал указ, согласно которому все добровольческие отряды, находящиеся на фронте, должны до 1 июля заключить контракты с подконтрольным ему ведомством, согласно приказу, это предоставит добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения, выполнения ими задач и прочее, бла-бла-бла. И, конечно же, на это все не мог не отреагировать Пригожин. Он ответил Шойгу. Вагнер, по его мнению, и так согласовывает свои действия с командирами подразделений вооруженных сил России. Является высокоэффективной структурой. И в очередной раз раскритиковал Шойгу за то, что тот не может нормально управлять военными формированиями. И сегодня стало известно о том, что демонстративно первый контракт или соглашение с Министерством обороны Российской Федерации подписали представители спецподразделения Кадырова Ахмат. Да, но тут дальше возникает вопрос, а что такое был до этого Ахмат? И вообще, как бы, то, что Шойгу не может что-то там исполнять, оно ведь связано в частности, в частности, не только с этим, конечно, но в частности, с тем, что в России нет закона. Россия – это территория, в которой находится, ну, нет государства, в которой некий failed state. Нет, да, потому что что такое добровольческие… Вот они пишут какой-то закон. Соответственно, новый закон должен относиться к чему-то прошлому тоже, ну, соотноситься с прошлыми законами. И вот дальше возникает вопрос, а что это значит добровольческие формирования? Вооруженные добровольческие формирования? А они что, у них есть по закону добровольческие вооруженные формирования? Какой у них статус? ЧВК? Так ЧВК запрещены. Ну, вообще их как бы нету. Кадыров? Так у него же Росгвардия. Что значит добровольческие формирования? Вот те, кто у него Ахмат, это же вроде Росгвардия до сих пор. Но так как они сами не знают, где проходят их границы, это не прописано сегодня в законодательстве Российской Федерации, просто не прописано, где находится Российская Федерация. Так как не прописано, где находится Российская Федерация, то неизвестно, где действуют их законы. Просто неизвестно, где действуют законы Российской Федерации. Но раз неизвестно, где они действуют, то в этот момент, в смысле, что там может подписать Шойгу, какая разница, а где оно должно исполняться, объясните, а непонятно где. То есть вообще нынешний РФ это некий и сама по себе является неким юридическим казусом несуществующим. Уже. Причем они сами разрушили. У них-то было наоборот. Им было дано 30 лет, чтобы построить из этого некую настоящую страну. Вот была какая-то территория. Им сказали хорошо. Ну, они решили, мы будем РФ. Он их признал, дал им всякие преференции, ввели на оружие и место в Совете Безопасности. Но они за 30 лет разрушили эту юридическую единицу. То есть государство, это же юридическая единица, не территориальная, юридическая. Они государство как юридическую единицу разрушили. Государство обычно контролирует некую территорию, но они от нее отказались. А границы они свои стерли. Законы они свои выбросили, в общем-то. Ну, то есть как, они вроде как существуют, но они лепят сверху еще какие-то законы, которые противоречат предыдущим. Сейчас такая же типичная ситуация. Кстати, ну да, Ахмат, вот пока Ахмат подписывал договор, кстати, да, вот интересно, что, собственно, показывает поведение там Пригожина. Что я опираюсь не на законы, а на то, что по факту происходит в жизни. Вот в жизни реальной. Так себя ведет Пригожин. А в жизни что? А в жизни у меня самая сильная армия. А в жизни что сейчас важно? Подписать договор с каким-то этим, чтобы быть патриотом России? Или взять свои снаряды и повезти их на фронт? А Пригожин взял, сложил в грузовик свои снаряды и повез воинам, которые, ну, войскам, которые, собственно, официальному Кремлю подчиняются. И получилось, что пока один пытается подписать бумажули, и другой с ним их подписывает. А этот второй, то есть Пригожин, оказывает, как бы, некую реальную помощь российской армии. Кого будет уважать после этого армия? Того, кто подписал бумажули или того, кто им снаряды привез? На войне бумажули, как бы, только с одной целью используется. Мы догадываемся, с какой все эти договоры, да? И много там не подотрешь этим маленьким договором. Так а в чем суть, на ваш взгляд, вот этого продолжающегося конфликта между Шойгу и Пригожиным? Ну, это борьба за то, кто самый сильный, самый сильный силовик в Российской Федерации. Собственно, на это претендовал Шойгу, по понятным причинам, потому что самая большая армия. На это претендовали также там какой-нибудь Золотов со своей, вот этой, как там ее называется, не помню, Росгвардии. Вот. Да. На это претендовали ФСБ, у которых тоже достаточно много силовиков, МВД, у которых менты всякие. Но сегодня менты, пока менты обесценились, потому что они-то бегают с дубинками. Мы видели, как они даже против вот этого Легиона Свободной России ничего не могут сделать. Не то, что против российской армии или там кого-то еще. То есть менты как бы ничего не стоят, как выяснилось. И тогда вот вопрос сейчас, кто царь горы? Кто самый сильный силовик в стране? Пригожин или Шойгу? Вот, собственно, в этом вопрос. Если выяснится, что Пригожин, так как Россия страна построена на силовиках, в смысле, кто главный силовик, у того и власть, то выяснится, что власть в России принадлежит Пригожину. Игорь Геркин-Стрелков это все прокомментировал и сказал, что давайте назвать вещи своими именами, это уже военный мятеж. Ну, чтобы был мятеж, нужно, чтобы мятежа должны быть цели. Вот многие, в том числе, уважаемый мной российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко называет это словом смута. И многие называют словом смута то, что происходит сейчас в России, что это не гражданская война, вот грядет или уже ведет, а смута. Ну, наверное, так как они больше понимают в истории, они, наверное, более правы в каком смысле. У смуты непонятные цели. Смута это в смысле, о чем просыпается каждый человек утром, вот участник всех событий, и думает, мне сегодня как выгодно, как правильно. То есть каждый исходит из своего сегодняшнего интереса. революция, гражданская война или же мятеж имеет свою цель. Вот мы белые, мы будем воевать против красных, чтобы установить здесь, не знаю, царизм. А мы красные будем воевать против белых, чтобы установить коммунизм. У этого есть цель. Такая же цель у мятежа. Мы сейчас идем и будем свергать Путина. Вот мятеж не начался. То есть никто не встал и не поехал свергать Путина. То есть мятежа нет. Смута, да, безусловно, идет. Перерастет ли смута в мятеж? Не обязательно. Она может оставаться смутой и нам делать еще лучше, чем если бы это был мятеж. Потому что они будут вечно воевать между собой, стрелять и так далее, без всякой цели, нам хорошо. У них такое уже было. Будут брать друг друга в пленные. Тоже прекрасно для нас. Нам совершенно не обязательно. Нас и мятеж устроит, и смута тоже устроит. А то, что ЧВК Вагнер объявил о поход на Польшу и собирает добровольцев свои ряды. Вот как вы это прокомментируете? Ну, это их ответ Чемберлену. В смысле это абсолютно симметрично и по времени, и по всему ответ на выступление вот этого «Легиона свободной России», который набирает добровольцев в поход на Москву. Тоже тысячи добровольцев. Там прям даже текст. То, что они писали где-то, по крайней мере. Не виделось здесь на оригинал какое-то объявление их. Но какие-то тексты, они прямо отсылают к тем текстам, которые писал «Легион свободной России». Поэтому это их симметричный ответ, что смотрите, а мы можем вот так. Ну, вы хотите на Москву, а мы пойдем вот туда. Это же как бы ответ кому? Западу. По их мнению, кто Запад же финансирует, правильно? И вооружает этот «Легион свободной России». Значит, а мы тогда, вот мы России, будем финансировать наших, чтобы они тоже добровольцами как бы шли на Варшаву. То есть, заметьте, что имеется в виду, что не армия, с которой вы можете что-то поступать, накладывать санкции и так далее. А какие добровольцы, а кто они такие? Что ты на них санкции наложишь? Какие санкции? О каких санкциях идет речь? Также давайте вернемся к событиям на фронтах, населенном пункте Акимовка, расположенном на временно оккупированной территории Запорожской области. «Партизаны» взорвали железнодорожный мост, который оккупанты использовали для поставки оружия из Крыма. Эту информацию опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем телеграм-канале. Молодцы партизаны и слава партизанам! Так там многим сейчас партизанам слава, потому что вот это потом, я не знаю, честно сказать, не понимаю совсем до конца конфигурацию, но в Крыму остановилось железнодорожное движение полностью сейчас. Насколько я понимаю, причем это вот мировые новости уже сообщают, СНН сообщил о том, что в Крыму нет раздражного движения из-за действий наших партизан. Ну а кроме партизан, естественно, есть еще и в рамках вот этого наступления, конечно же, ведется борьба с передвижениями войск, то есть чтобы они при переброске этих самых резервов просто не могли их физически перебрасывать или подвозить снаряды. И для этого, собственно, наносятся удары. Вот сегодня ночью по Токмаку был очень большой, я так понимаю, удар нанесен, но по Бердянскому мы его наносим регулярно. Так что все, да, там партизаны, и скорее всего, кстати, я не уверен, что там только партизаны, там могут быть наши диверсанты, конечно же, что было бы тоже логично в рамках такой операции, наверняка они тоже есть. Так что всем слава и партизанам, и гур, и военной разведке, и тем, кто метко бьет по складам и штабам в Токмаке и Бердянске. Ну по поводу главного управления разведки мы с вами поговорим, там есть о чем поговорить, и на что обратите внимание. Относительно Крыма оккупанты лишились глаз. В Крыму появились свежие спутниковые снимки важного российского комплекса РЛС на западном побережье Крыма. На них отчетливо видно большую пробоину в радиопрозрачном куполе станции. Фактически это глаза, которые контролировали все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря. Выковырять эти глаза, это значит существенно ослабить российские войска, их авиацию и ПВО, и мы с вами вспомнили легион «Свобода России», русский добровольческий корпус, также вот в этой же связи с событиями в Белгороде также интересно там продолжают разворачиваться. Но легион «Свобода России», так тон экономик, мол, крымским оккупантам стоит приготовиться. С повестки дня никто не снимал вопрос деоккупации крымского полуострова. Какая легион «Свободная Россия» здесь при чем? Дело в том, что легион «Свободная Россия» собирается освобождать Россию от путинского режима, насколько я понимаю. Поэтому если он будет пытаться заходить в Крым, то мы будем по нему стрелять. Это наш Крым и украинский, и естественно, что никакой легион «Свободная Россия» не имеет права там находиться. Поэтому не совсем понятно. Но чтобы не получилось так, что тех, кого мы сейчас считаем соратниками, через какое-то время станут для нас противниками. Это бывает. Это на войне бывает каждый день. Это все вообще не проблема. Сегодня соратники по-разному бывают. Это ради бога. Вопрос же сегодняшней ситуации. Мы же должны понимать, что легион «Свободная Россия» не имеет отношения к Крыму. И что значит, что он будет освобождать Крым от кого? Он ведет освобождение России от путинских войск, от путинского режима. Но Крым не является Россией. Поэтому, когда легион «Свободная Россия» заходит в Белгород, мы это понимаем. Он освобождает Белгородскую область от России, от путинского режима. А что он будет делать в Крыму в смысле? Непонятно. Я вам процедирую. Легион «Свободная Россия» высказал свою позицию относительно Крыма и обратился к жителям полуострова с просьбой помочь. В первую очередь они отметили, что ни в коем случае не признают референдум, который прошел на территории полуострова в 2014 году, а тем более преступную интервенцию российских войск Крым. «Легион считает своим делом долго вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию. Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы приблизиться к нашей общей победе». Ох, как интересно. Видите как, тут совсем другое дело. То есть они хотят освободить Крым от российских войск, чтобы передать нам. Так мы согласны, да, почему нет. Пускай освобождают, чтобы передать нам. Ну да, это весьма благородная цель и задача. Тут мы вполне себе с ними на одной странице находимся. Главное управление разведки. Вот только что сообщило, что российские оккупанты готовят техногенную катастрофу на химическом заводе «Крымский Титан» в Армянске. Сообщается, что россияне на протяжении последних нескольких дней минируют цеха предприятия, и теракт, к которому готовятся орки, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям. Но после подрыва дамбы Каховской ГЭС мы же ничему не будем удивляться. Да, все возможно, а почему нет, собственно говоря. Заметьте, мы про эту Каховскую ГЭС сколько говорили, да, говорили, 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 но их это не остановило, они все-таки взяли и взорвали ее. Ну вот я боюсь, что очередь до этого химзавода в Крыму дойдет только третья, потому что второе, про что мы говорили, говорили, это, конечно, запорожская атомная станция. И она, к сожалению, в следующей очереди. То есть вопрос, сможем ли мы ее освободить и перебить всех россиян там на этой станции находящихся. То, что нам же нужно будет перебить не только военных, но и всех представителей Росатома, ведь они же тоже террористы, поэтому они тоже могут взорвать все, что угодно там. И вот такая сложная задача для наших сил спецопераций. Совершенно не знаю, решаемая она, не решаемая, каким способом решаемая. Она очень сложная просто. Вернемся к Пригожину. Несколько источников окружения Пригожина рассказали, что в администрации Путина подготовили предложение Пригожину стать губернатором одного из регионов России. Ему чуть ли не сказали, выбирай любой, но Пригожин отказался от такой идеи. Как вам такое предложение? Ну, конечно, зачем? Ну, даже если бы ему предложили Ленинградскую область. Единственное, которое его по-настоящему интересует, это вместе с ГОИ. Скорее, сам Санкт-Петербург, не Ленинградская область его интересует, а для начала сам Санкт-Петербург плюс Ленинградскую область, он бы их объединил, почему нет? Но не сейчас же. Сейчас это пока невыгодно. Потом он может там сделать свою базу. И даже стать губернатором, кстати, он может. Но только тогда, когда он сменит власть в Кремле. То есть все же поступательно. Сменит власть в Кремле для него главная, я думаю, сейчас задача поставить своих. Ну, как, возможно, даже его устроит лично Путин в качестве елбасы, да, то есть духовного лидера. А вокруг понарасставлять своих людей, самому уехать в Петербург, это вполне себе задачка. И получить себе какую-то должность, ну, возможно, не президентскую. Хотя, может быть, и президентом стать тоже вполне себе реалистичная и реализуемая задача. А сейчас, ну что, здравствуйте, я губернатор Самарской области. Туда, вообще-то, охранников назначают, да. Там это такая должность-то для совсем, ну, для дворни, или как называется, для дворовых людей, да, для постельничьих и так далее. А он же нет, он же самый крутой человек в России сейчас. Это для него мелочь какая-то. А вместо Голодкова назначить губернатором Белгородской области, он же там грозился пойти на Белгород? Так вообще никакого смысла ему нет. Нет, он может совсем спокойно забрать себе эту область просто так, не будучи официально никем. Поэтому непонятно, зачем ему такое. Пригожин лично уже отреагировал на эти слухи, ну, в своем стиле, в своей же вот этой манере. На Руси есть пословица, говорит Пригожин, лучше умереть героем, чем жить долбодятлом. Там, правда, другое слово. Ну, использую слово долбодятел. Поэтому лучше умереть за Родину, чем влачить свое существование в бюрократической цепочке. Ну да, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это сказал Доллор Сабарури, поэтому называть это российской поговоркой было бы слишком, конечно. Но, тем не менее, ну да. Так нет, он так и живет. Причем я бы здесь даже над ним не смеялся. Он действительно так живет. Ну, вы понимаете, что этот человек мог бы спокойно... Давайте так, кто он был до войны? Он был олигархом? Да. У него было влияние политическое в России, в Москве? Да. Ну, какой-то на уровне там олигарха? Было. У него были миллиарды долларов? Да. И доход постоянный? Да. Значит, а до этого, ну, еще куча бизнесов и так далее. Вообще, большебогатая бизнес-биография. Ну, против него санкции? Окей. Он мог бы сейчас сидеть себе где-нибудь на каких-нибудь островах, в Дубае, там-сям, кушать щербет, пить зеленый чай, кататься на яхте, да вообще без вопросов. А он мог бы так делать всю жизнь? Да. А своим детям он мог бы дать, я не знаю просто, если у него дети, но не важно, там, миллионы, там, миллиарды. Мог бы. То есть, все это мог бы. Он мог бы в интервью у Financial Times жаловаться, что он чувствует себя в плену, потому что мне на что нанять уборщицу. Мог бы. Но это жизнь для пингвинов, для таких, как Фридман. А этот человек все-таки не пингвин, а орел, понимаете? И как орел, так сказать, который вот это все для такой пытается добиться большего и больше. Вот Фридман человек, который сдался, да, который говорит, пожалуйста, верните мне уборщицу, мне больше ничего не надо, только уборщицу верните. Кому-то верните уборщицу, кому-то яйца Фаберже верните, только отпустите меня, пожалуйста, как это. «С удовольствием огромным мы приехали сюда, отпустите нас отсюда, будем очень благода», пели капитан Грунгель и старший помощник Лом, когда их прибило на Гавайи. Вот это очень похоже, например, на поведение Фридмана и других олигархов, которые выпрашивают обратно свои яхты. Ну а есть те, кто продолжает бороться. Бороться продолжает, из олигархов я имею в виду. Вот Пригожин вот таким способом продолжает бороться. Абрамович своим способом, ведя все эти, ну Абрамович как бы главный интриган, поэтому он пытается крутить интриги вокруг войны, возвращать военнопленных, еще что-то делать. Ну и Дерипаска, который пытается воевать за российскую экономику, в том числе против путинского режима. Ну вот, пожалуй, три олигарха всего, которые во время войны не сдались и не превратились в лоткую булочку. Михаил, в ваш взгляд, а когда может начаться и при каких обстоятельствах начнется падение этого орла? Вообще-то он может убедить вполне. Я почему-то верю, что он может убедить в Российской Федерации, что он не обязательно падение. Кто его будет сбивать? Нет, понятно, что его могут убить. Этот путь достаточно тернист, по которому он идет. И, в общем-то, техническая возможность уничтожить его физически есть у многих пока. Он все-таки не Путин, не самое охраняемое лицо в мире или в России, как минимум. Он не сидит в бункере, он ходит реально по реальным территориям. То есть, в принципе, купить каких-то людей из ЧВК-Вагнера, чтобы его уничтожить физически, это в теории возможно, я думаю. И возможно для многих институций в России. Ну, дай миллион долларов ЧВКшнику и скажи вот это. Не у каждого ЧВКшника получится, понятно. Но у кого-то же может получиться. Поэтому техническая возможность есть. Решится ли кто-то из тех, у кого такая возможность есть, то есть руководство ФСБ или Минобороны, мы не знаем. Может и не решится, потому что все-таки вроде бы у них еще пока, хотя тоже уже так себе, ну, вроде как им нужно разрешение от Путина на такие вещи. Но в то же время многих убивали и без разрешения Путина, и ничего, нормально все будет. Путин не сильно возмущался. Кто такой сегодня Путин, чтобы возмущаться? У него такой возможности тоже большой нет. Поэтому я думаю, что он может долететь и до самой вершины, прямо стать президентом. Ну, слушайте, я уже говорил, по-моему, в наших интервью, что если сегодня провести свободные выборы в России, честные, свободные допустить всех, дать равный доступ к СМИ, причем и путинскому режиму представителям, вот прям всем военным преступникам, пожалуйста, вот те Путин, Лавров, там, Патрушев, Собянин, пусть выдвигаются, сколько хотят, и демократическим Навального выпустить, Ходорковского, кого угодно, и Пригожина. То Пригожин, я думаю, выйдет во второй тур как минимум, вместе с Путиным причем, на свободных выборах. Вот с равным доступом к СМИ он выйдет во второй тур. Выиграет ли он второй тур? Думаю, что да. Но нет возможности провести такой эксперимент. Но знаете, может сложиться впечатление, что вы Пригожину симпатизируете. В каком-то смысле да, скажу в каком. Мне вчера понравилось, это не моя формулировка, сразу скажу, это не я такой умный, это я вчера Дмитрия Быкова в этом смысле послушал. Вот Пригожин, абсолютно злой враг, говорит Быков. И вот эти, Путин там, условные все вот эти, которых я перечислил. Он там не называл имен, понятно, про кого я говорю. Путин, Шойгу, Собянин. Тоже такие же враги, абсолютно и такое же абсолютное зло. Но Пригожин при этом живой, а эти мертвые. Понимаете разницу? Это правда так. Ты имеешь в виду, ты имеешь дело с мертвым врагом или с живым врагом? Мертвый враг, ну такие, как я же говорю, вот вся эта банда Путина. Это люди, которые до сих пор живы и до сих пор с нами воюют, они сдохли и не проиграли, потому что был огромный запас, который им достался случайно, по наследству. Вот был на этой территории ракет, каких-то танков, они ничего не создали, ничего не сделали. Никуда не пробивались сами, не пробивался Шойгу. Они пришли обманом, подлизы, ну грубо говоря, ну представьте, да, это подлизы, вот прям классика, да, из этого, из откуда там это было, из Незнайки, по-моему. Да, это подлизы, вот такие были подлизы, и подлизы пролезли во власть. А вот человек, который пробил себе силы этот самый Путин. Ну, большая разница, понятно, что он какой-то живой человек. Еще раз, наши враги в одинаковой абсолютно степени. Нам придется побеждать и Пригожина, и Кадырова, и Путина, и Шойгу. Но мне кажется, что Пригожиным будем побеждать с неким уважением к врагу, как к врагу в смысле. Ну, как он к нам, кстати, так обращается. А вот этих всех без всякого, просто как каких-то... Без пиететов. Да, абсолютно, как тараканов, извините, что я так грубо отношусь к этим насекомым. Ну, кто-то скажет, что вы оскорбили тараканов. Ну, да ладно. А Михаил сегодня... Даже не стыдился перед тараканами сразу. Да, Михаил, сегодня в России отмечают государственный праздник, День России. Что это за странный такой вот праздник? Ну, у них же Дня Независимости нет, вот они вынуждены хоть что-то. Ну, потому что как? Когда они получат независимость, те страны, ну, кто-то там, на той территории будут действительно государства, они будут независимыми, у них будет какая-то независимость, что у них появится День Независимости, как он бывает в любой стране, которая каким-то образом появилась. Но они пока не являются независимым государством Российской Федерации. Это территория контролируемая какой-то бандой некой или группой банд. Поэтому у них нет Дня Независимости, поэтому они не могут его назвать День Независимости. Называют День России, вот все. Честно сказать, почему он там у них сегодня, я не знаю. Ну, в смысле, в честь каких-то событий я никогда не интересовался. Может быть, Петр Первый съел какую-нибудь булку в этот день или Гагарин Умер, я не знаю. Кстати, накануне 12 июня, Дня России, Дмитрий Рогозин, тот, который и в попу, и в голову раненый, в своем телеграм-канале написал следующее. Поскольку в лице руководства Киевской хунты, осуществившей госпереворот и вооруженный захват власти при поддержке иностранных интервентов, мы имеем дело с бандитами, террористами, прирожденными... Завтра следует ожидать, точнее сегодня, активизацию военной активности украинской армии и проведение акций украинскими спецслужбами, одержимыми организацией ритуальных, физических ликвидаций тех или иных лиц. Кстати, кто забыл, Дмитрий Рогозин стоял на оранжевой сцене Майдана, в разгар оранжевой революции 2004-2005 годов, в оранжевом шарфке. Кто бы мог подумать, а сейчас рассказывает о каких-то там нацистах, неонацистах, киевская хунта, госпереворот и прочее. Ну, про него мне, честно сказать, да, чтобы нечего. В каком смысле? Ну, я про него уже много чего сказал, он сейчас не является каким бы то ни было игроком вообще, ни в чем. У него нет, грубо говоря, ни своего войска, ни своей армии, а это важно, не даже своей большой организации. У него хотя бы была корпорация, когда рос Космос, то он обладал значительным финансовым ресурсом. Сегодня у него финансового ресурса хватает, чтобы поужинать в ресторане в Донецке. Мы знаем, чем это заканчивается, такой финансовый ресурс. Вот, поэтому у него, ну, возможно, у этого человека есть будущее. Возможно, что у этого человека есть будущее. Потому что все-таки он достаточно хорош как публичный политик. Ну, по российским, естественно, меркам. По меркам России, российского преступного режима, он хорош как спикер. Вот, в отличие от всяких муму, этих Шойгу, он человек, который умеет выступать, умеет, и он может понадобиться. Вот тому, кто будет бороться за власть, следующую, Пригожину или еще кому-то, он может понадобиться как публичный спикер. Поэтому у него, он сейчас за это и борется. Он, собственно, заметит, чем занимается, публичными спичами, чтобы потом, возможно, кому-то пригодиться. По поводу Шойгу, он в последнее время очень и очень активизировался в медиапространстве, постоянно делал какие-то заявления, он же любит быть в тени, а теперь вновь вышел на ванценную информпространство. С чем это связано? Кто, извините, я не понял, по кого вы? Шойгу. Ну, потому что война у него, поэтому ему куда деваться-то? Вот у него война против Пригожины, ему надо воевать, для этого приходится самому грудью вперед идти и проламывать путь, я думаю, в этом дело. Он бы не хотел вообще, вот он как раз тот пример пингвина в этом смысле, да, то есть человек, который сейчас поехал бы в тайгу, сидел бы там, охотился бы на рябчиков и так далее, и кушал бы свою тушеночку, и все бы у него было хорошо. Но вот сволочи заставили воевать на старости лет. Ну, прям обидно, я думаю, знаете, это как вот, ну, почему обидно Фридману, что у него отобрали уборщицу? Всю жизнь человек воровал, там, предавал, строил интриги и нарушал законодательство всех стран мира только для того, чтобы на старости лет ему, значит, он бы играл на фортепиано, а уборщица в это время художественно подметала его особняк в Лондоне. И вдруг какой-то мурло в лице Путина устраивает войну и лишает Фридмана всего, что почему-то, собственно, ради чего тот пахал, честно говоря, всю жизнь. Это ж тяжелый труд, то, что делал Фридман, не думайте, он не отдыхал, да. Просто это такой специфический труд. Ну вот, а Шойгу всю жизнь лизал, вылизывал, вот прям вылизывал, вылизывал настолько, что у него очень устал язык. И он хочет просто, наконец, посидеть спокойно на берегу реки и смотреть, как мимо плывут трупы его друзей. Вот, кстати, это про Шойгу. Я только понял. Срочная новость, Михаил, Куриела де ла Сера сообщила о том, что на 87-м году жизни скончался бывший премьер Италии Сильвия Берлускони. Ну, пусть земля ему стекловатая в этом смысле. То есть, с одной стороны, конечно, если бы не его вот эта пророссийская позиция, то давайте тут как. А Мертву уже вроде как хорошо надо говорить. Давайте я хорошее скажу, потому что плохое мы про него и так знаем. А хороший это был яркий очень человек. Он много внес в свое время в итальянские медиа, а главное в футбол, да? Он его сильно изменил. Он его сильно изменил. Благодаря ему, между прочим, наш украинский национальный герой Андрей Шевченко, как бы то ни было, стал не просто нашим украинским национальным героем, а лучшим футболистом мира. И получил золотой мяч во многом благодаря Сильвию Берлускони. Я думаю, уже за это мы должны быть благодарны, потому что сегодня Андрей Шевченко наш посол в мире. И, кстати, Андрей Шевченко вместе с Зинченко в Лондоне организовывают, знаете, благотворительный матч, по-моему, в августе. Все сборы от которого пойдут в помощь Украине. А дорогу в Европу, безусловно, для Андрея Шевченко проложился и выбрал Лускони. Нет, понятно, что проложил сам Андрей Шевченко своим талантом, но нужно же этот талант... Берлускони поспособствовал, конечно же. Конечно, конечно, потому что талант нужно тоже как бы ограничить партнерами, которых покупал Берлускони для Шевченко. Поэтому есть у него и заслуги. Ну, а то, что его роль во время этой войны, ну, все, уже теперь не будем вспоминать. Он уже поверженный враг, он уже не враг. Идем дальше. Министерство обороны Украины, которое практически ничего официально не говорит о наступлении...